В эфире интервью Яида Хамзина. Здравствуйте. Кто из нас не помнит своего первого учителя, того, кто заложил основы знаний, прививал любовь к учебе и вдохновлял на новые свершения? Сегодня мы поговорим о людях, которые посвящают свою жизнь этой благородной профессии, о тех, кто формирует будущее нашей страны. В гостях у нас Конобек Жумашев, председатель комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Я приветствую вас в студии и поздравляю с профессиональным праздником. Знаю, что вы по специальности учитель химии. Вот расскажите, изменилось ли отношение к учителям тогда и сейчас? Спасибо, что пригласили. В пользу случаем тоже хотел бы поздравить своих коллег с профессиональным праздником. С днем учителя. Да, действительно, сегодня учительство – это не то, что было раньше. Даже по сравнению с прошлым пятилетним периодом сегодня увеличился статус педагога, поднялся до беспрецедентных условий, которые вообще не были в Казахстане. Большой статус уважения к учительству сегодня изменилось в обществе. Ко всему этому стали основанием принятые государством меры поддержки педагога. Например, необходимо отметить, что в 2019 году впервые в Казахстане был принят специальный закон о статусе педагога, который действительно заложил, можно сказать, новую веху в развитии педагогической деятельности и вообще в работе педагога в целом. Сегодня эти меры позволили поднять престижи этой профессии. Мы понимаем, что в любом случае учитель всегда остается просвещенцем. Он несет свет знаний в душу каждого ребенка. Он не только преподаватель своего предмета, в первую очередь он воспитатель. Он занимается нравственным воспитанием подрастающего поколения и через свой предмет прививает патриотизм, любовь к своей родине, любовь к своим родителям, любовь к своему ближнему. Вот эти все ценности, они сохраняются. В то же время, меняя статус педагога, эти основные ценности все сохраняются. Сегодня педагог не может быть привлечен к какие-либо мероприятия без его согласия, которые не входят в его функциональные обязанности. Это можно обозначить как одно из хороших, больших достижений в нашем обществе. Он должен заниматься исключительно своим делом, заниматься обучением подрастающего поколения и воспитанием. То есть полностью погрузиться в свою непосредственную функциональную деятельность. Второе, нагрузка учителя, как мы знаем, всегда отмечает у нас общественный деятельный, с утра до вечера занимается, пишет бумаги, когда он будет заниматься обучением. Вот эти вопросы всегда были в обществе, они пользовались спросом. И этот вопрос тоже был решен. В 2021 году приняты государственные меры поддержки, в том числе педагогическая нагрузка недельная учителя, одна ставка уменьшилась с 18 до 16 часов. То есть это часовая нагрузка для учителя. Это тоже позволило повысить зарплату педагогов с 30 до 50%. И еще один немаловажный фактор заключается в том, что педагоги каждые 5 лет могут повышать свою квалификацию. Изменена сетка квалификационная. Если раньше мы говорили о том, что первая, вторая, высшая категория, всегда учителя стремились дойти до этих категорий, дослужиться. Вот эта сетка изменена, подготовлен более научный такой исследовательский подход. Она сейчас называется педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь и самый высший педагог-мастер. То есть любой учитель сегодня, педагог, стремится стать мастером своего дела. То есть достичь самой высшей категории. И на каждом этапе достаточно высокие процентные дополнительные добавки к зарплате педагога. Ну и требования тоже. Да. Естественно, на каждом этапе растет требование. Самое главное требование заключается в том, чтобы педагог полностью отдавался своей профессии, учебным процессом и непосредственно работал эффективно со всеми учениками в классе. И на этом построена и философия аттестации педагога. То есть если учитель может работать, если раньше он мог работать двумя-тремя и вывести его на международный уровень, и тем самым получить высокую категорию свою, повысить категорию, то сегодня философия аттестации такая, что ты обязан работать со всеми 25 учениками, которые находятся в классе. То есть появился такой творческий элемент, да? Да. Тогда возможность повышения квалификации намного возрастает. То есть доля оценки, которая дается педагогу, чтобы повысить свою квалификацию, уже не решает тебе победитель международного уровня, а решает, насколько ты отдался, насколько ты полностью посвятил себя уроку и всем 25 учащимся, которые сидят в классе. Вот вся эта философия уже подводит к тому, что требования к педагогам именно по преподаванию, по повышению качества образования растут. Как к этим требованиям и нововведениям относятся сами педагоги? Сами педагоги, конечно, после того, как они почувствовали реальные преимущества такой системы, я думаю, многие из них поддержали. Конечно, уже педагог просто так проводить время, во время урока, например, отличаться, отлучаться или переходить на другие-то вопросы, он уже не имеет права. Он строго должен придерживаться того календарного плана, те из урока, которые должны быть сегодня по тематике вопроса. И потому что каждый раз после определённых проведённых занятий учащихся ждут оценочные мероприятия, например, в Сочи и Сорой. То есть здесь уже будут чётко видны те результаты работы, которые учитель отрабатывает непосредственно на уроке. Таким образом, сегодня перед педагогическим сообществом конкретные стоят цели. Они неоднократно обозначались президентом нашей страны, связанными с тем, что каждый урок должен быть нацелен на качество. Но мы вот помним время, когда очень долго говорили о повышении престижа учителей, абитуриенты самым низким баллом могли выбирать эту профессию. А сегодня даже обладатели Алтенбельга идут в образование. Да, вот тот мультипликативный эффект от принятия закона о статусе педагога, от повышения статуса педагога в обществе, в целом, уважение, оно всё привело к тому, что самые лучшие из лучших наших выпускников школ начали поступать педагогические специальности. Если ежегодно на педагогические специальности выделяется около 16 тысяч грантов, средний балл по ЭНТО сегодня составляет 115 баллов. Из 140 на педагогические специальности средний балл составляет 115. Это очень высокий показатель. Нас также радует то, что сегодня для студентов педагогических специальностей повышена стипендия. Самую высокую стипендию получают студенты педагогических специальностей сегодня. Также, как вы правильно отметили, обладатели Алтенбельга с каждым годом больше стали выбирать педагогические специальности. Во время, если в прошлом году порядка 1500 человек, выпускников из обладателей Алтенбельга, выбрали педагогические специальности, в этом году около 1800. Резкий скачок на 280 человек, это обладатели Алтенбельга, выбрали педагогические специальности. Мы ожидаем в следующем году приход школы, то есть на преподавательскую деятельность первых алтенбельгийцев, которые поступили 4-3 года назад, они как раз в следующем году выпускаются. Это, естественно, отразится на учебно-воспитательном процессе. Мы ожидаем, что качество преподавания предметов в разы увеличится. Это не говорит о том, что те педагоги, которые сейчас преподают, они несерьезно или безответственно относятся к преподаванию своих предметов. Нет. Для этого есть специальные мониторинговые мероприятия, есть внутришкольный контроль в каждой школе, которые планово отслеживают преподавание всех предметов. Таким образом, эта система в целом настроена на то, чтобы в каждой школе качество образования ежегодно повышалось. Здесь я бы отметил большую роль менеджеров. Например, в каждой школе большую, можно сказать, процентную долю в отношении для получения качества образования играет умение директоров школ организовать качественный учебно-воспитательный процесс. Это система менеджмента образования. В этом вопросе министерством сделан большой шаг. В прошлом году запущен специальный проект «Тысяча лидеров изменений в образовании». В этом году, в этот проект, мы приняли также простых педагогов, лучших педагогов, которые хотели бы себя испытать на должностях заместителя директора школы и где-то в сельской местности и директорами школы. То есть есть стимулы для роста? Да. Какие еще меры поддержки сегодня в Казахстане существуют для педагогов? После принятия специального закона о статусе педагогов была учреждена государственная награда Казахстану с декустаза. То есть эта государственная награда удостоились уже 46 человек в Казахстане. И каждому обладателю этого знака, медали, присуждается специальная премия в объеме тысячи МРП. Это более 3,6 миллионов тенгей. Уже 12 лет у нас специальный республиканский конкурс проводится «Лучший педагог». Сегодня около 700 педагогов стали обладателями этого почетного звания. Тоже специальная премия государственная поддержка на уровне тысячи МРП. Более 3 миллионов тенге. Необходимо также отметить, что педагоги, тренеры, которые подготовили олимпийцев международного уровня, тоже премируются специальными государственными премиями. Это более 200 тысяч тенге. То есть таким образом педагогу, который добивается определенных успехов в своем поприще, в вопросах преподавания своего конкретного предмета, предусмотрены такие меры поддержки. В сельской местности необходимо отметить, что педагогам сохранились те сельские надбавки в объеме 25%. Есть специальные программы по выделению жилья из жилищного фонда, а также земельных участков для строительства домов. Вот эти все поддержки, они направлены именно на поддержку педагогов сельских местностей. Профессия становится все более привлекательной. Но хочется спросить об отношениях между учеником и учителем. Изменилось ли тем более век развития цифровых технологий? Да, сегодня, чтобы коммуникации строили в школе по современным требованиям, и чтобы каждый учитель мог уважать особенности ребенка, и тот же самый был обратный процесс, была учреждена специальная комиссия по педагогической этике в каждой школе. И все, какие происходят процессы между учителем, учеником, может, между преподавателем и родителями, они все рассматриваются на правовом поле медиативно через эти комиссии по педагогической этике. Самое главное требование, которое мы требуем от учительства, от педагогов, о том, чтобы уважать достоинства каждого ребенка. Спасибо большое. Я напомню, что о статусе педагогов, об учителях мы говорили с Конобеком Жумашевым, председателем комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Я прощаюсь с вами и передаю слово своим коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова